Всем привет дорогие друзья! Вы смотрите прохождение Титан Квест с модом Сулвайзер за самого имбового, на мой взгляд, персонажа в игре. Итак, сегодня мы должны добраться до Циклопа и узнать, надерем ли мы ему задницу или он нам. Начинаем мы с того же места. Я не буду делать забеги по фарму каких-то мобов или боссов, а если и буду это делать, то вне ролика. Ну или как-нибудь ускорю, чтобы вам было интереснее смотреть. Ну, в этом ролике такого не будет. Душа Кентавра нам дает скорость бега и немного скорости атаки. Она не настолько хороша, чтобы париться о ней. Да и в целом, на лучника, кстати, очень сложно заполучить душу. Вообще, все в этой игре, что требуется лучнику, кроме самих луков, как ни странно, получается очень сложно. Возможно, я сейчас неправильно выразился. Я сказал в игре, я имею ввиду в Сулвайзере. Возможно, у ванили это было не так. Так, нам сюда, кстати, не нужно. Побежали дальше. Одно очко мы, наверное, в плюсик закинем уже. То есть, нам уже нет смысла оставлять очки, так как мы вкинули полностью в урон. Поэтому теперь будем вкидывать в плюсики с чистой совестью. Блин, сетка бесит, кстати. Ну, неплохо. Регенерация шикарно помогает. Можно зелья пока что не употреблять. Вообще. Как же приятно качать лучника. Просто бегаешь. И главное, каждые 3 секунды кидать сеть. Все. Ничего больше не нужно. Так, собираем все самое вкусное. И у нас уже 3 ахиллески. Геймплея прошло меньше часа. У меня уже 3 ахиллески. Черт возьми. Но, конечно же, если бы я был милишным персонажем, у меня бы ни одной ахиллески бы не было. Печаль, беда. О, я видел тут жирного. Отлично. И шаманчика забираем. И шаманчика забираем. Продолжение следует. Так, в эти руины я никогда не захожу, тут нет ничего вкусного, но вот лучников можно зафармить, их просто много и вы сами видите. Кстати, если вы видите вот такой вот эффект от посоха, боже, лаги начались, то обязательно стоит это подобрать, ну конечно же, если вы играете магом, потому что это новый вид урона от посохов. Ну, возможно, в ваниле они тоже были, я просто мало за мага играл, поэтому не знаю. Короче, это урон по здоровью и на посохах с таким уроном показатель, собственно, этого урона самый большой, самый высокий. Я потом вам еще покажу точку, где можно будет такой посох приобрести для мага, это прям шикарненько в начале игры. То у них обычно урон по одной цели не очень высокий, зато всякие АОЕшки хорошие есть. А это позволит компенсировать. Вот он наш посох. Смотрите, сразу же 39 урона. И это при том, что нам не повезло, потому что, ну, показатели статов на посохе какие-то говеные. И он даже не зеленый, кстати, да. То есть могло бы быть намного выше. Так, опять вот это еще. Ну и все, в принципе, можно уходить. Разве что может с этой стороны. О, неплохо кто-то заспавнится. Нет, маловато их. Ну, нормально. Пол уровня мы здесь получили. Нужно уходить. Не стоит даже ждать смерти кабанов. Их шкура нам не нужна. А больше ничего из них и не выпадет. Бросаем сетку и уходим. То же самое с воронами. Нам от них ничего не нужно. Ну, разве что продавать их, блядь, реликвийно. И, я думаю, не стоит. А вот здесь, разумеется, нужно задержаться. Может быть что-то и вывалится вкусное. Блин. Не повезло. Так, немного-много. Немного-много, да. Так бывает. Урона мы получили. Придется потратить парочку зелий. Сейчас мы получим уровень уже. Продолжение следует. Да, урона не хватает, кстати, от сетки немного, поэтому надо вкидывать чуть-чуть вот сюда. На следующем уровне как раз этим займемся. Так, важная остановка. Здесь мы должны обязательно сделать квест на очистку рудника. Рудника, странно прозвучало. Родника, наверное, да. Вот что я хотел сказать. Так, это нам не нужно. Это больше, опять-таки, для волшебника подходит. Да, потому что за этот квест мы получаем хп навсегда. Плюс 75. Это важно. Большинство квестов можно игнорировать в этой игре, но вот такие вот не стоит. Хп, статы и все дела. Сумочки, конечно же, тоже нам нужны. Кстати, на второй сложности игры, в пещере, в которую мы сейчас пойдем, спавнится очень мощный босс. С которого можно заполучить клевый лут. Паучиха огромная. Ну, типа как Арахна. Только сильнее. Так, отлично, побежали. Блин, вот это неудобно. Они все такие большие и не могут настачиться, чтобы я с сетью попал. Зелень. Но, к сожалению, это Баклер. Ну, в принципе, кто бы сомневался. Так, десятый уровень. Скоро надо будет телепортироваться в Геллос и проверить, какой уровень нужен для того лука. Плюс мы уже одно кольцо сможем надеть. Нам нужен небольшой запас здоровья против боссов. Немного, но хотя бы столько, чтобы нас не ваншотили. Ой, какая неприятная аура дебафа. У меня и так медленная стрельба, а с этим так вообще ужасно медленная. Так, собираем луп. Это ожерелье тоже. О, черт, совсем забыл сказать. Наверняка кто-то напишет в комментариях, что я идиот, потому что не поставил русскую версию. Так вот, SoulWazer не поддерживает русскую версию. Поэтому я вам вот эти вот моменты рассказываю. Ну, для тех, кто не знаком с английским языком, чтобы вам проще было потом играть. И вы знали, какие вещи выгоднее собирать, а какие нет. Так, все, уходим. Ну, а здесь был battle marker. Эх, я не знал. Даже от него урон сети не повышается печально. Итак, наши 75 хп. Спасибо. Уходим. Ну, кстати, можно подобрать шлем. Так, как мы сейчас будем... Ну, бери возле торговца. У нас есть еще место. Почему бы и нет. Наваримся чутка. Ну, собственно, это все. Так, зелья нам не нужны. Давайте сбегаем быстро. Посмотрим, что там. 14 уровень. Ну, ладно. Все равно стоит взять. Так, 11 уровень тоже. И 15 тоже берем. Так, здесь у нас это мне не поможет, к сожалению. И все, у меня больше ничего нет. Увы и ах. Окей, так, вот это сбросим сюда. Пошли обратно. Просто ужасный урон против зомбей. Почему-то у них повышенный резист проникающего урона. Ну, хотя, в принципе, они зомби, стрелы, не должны их убивать. То есть, логичненько, да. В целом. Что это мне дает? А, это отдача урона, а не отравление. Ну, наверняка, отдача с помощью яда какого-нибудь. Что это мне дает? Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил 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 субтитры DimaTorzok Потому что они зелёные. А это значит, что они элитные и дают больше опыта. Блин, эти никак нас тачиться не могут тоже. Уходим. Пытаюсь экономить зелья, потому что на самом-то деле их у меня немного. Интересный посох, кстати. Может я ошибаюсь, но мне кажется, что он необычный. Стоит его убить. И посмотреть, что это. Так, сейчас, короче, придётся зачистить всех врагов здесь. Блин, лич бесит. Эта штука станет. Я не успел увернуться. От неё. О, ну он отошёл, кажется. Да, вот он снова. Нет? Беда. Я был неправ. Ну ладно. Хорошо. Уходим. Мне нравится, что в этой игре оружие, которое падает с врагов. Ну и вообще шмотки там и прочее. Это то, что на них надето. Очень классно. Иногда пробегаешь мимо каких-то скелетов, когда формишь босса в 156-й раз. Видишь, топор светится. Оп, синька. Клёво. Так, я вижу что-то на восстановлении хп. Нужно проверить. 40. 41%. Но интеллект требует. Увы, нам не по дороге. Нам не по пути. Все равно немного не хватает. Надо будет еще что-то вкинуть. Хотя тут прирост такой неприятный. Конечно, будет много урона, если на максимум забустить обилку. Но я не хочу этого делать. Так, наведаемся в эту пещеру. Но в ней могут заспавниться эти самые черепахи магнетические, которых я упоминал ранее. Я еще одну знаю чуть далее по сюжету, где они очень часто спавнятся. Поэтому просто пробежимся быстренько. Увы, их тут нет. Ну ладно, тогда демонов перебьем. Они маленькие. Мне просто нравится убивать демонов. Приятные такие. Это, кстати, странно как-то прозвучало. Но не важно. Как-то больно. Блин, что-то мне не повезло. Жаль. Вообще ничего ценного нет. Я надеялся, может хотя бы какой-нибудь герой заспаунится. И истинь. Субтитры создавал DimaTorzok Не повезло, окей, уходим Ну, в принципе, количество опыта, которое мы получили, тоже хорошее Скоро уже будет 12 Двадцатый Субтитры создавал DimaTorzok Так, подбираем посох, потому что можно будет его продать Урон от молний и урон по здоровью Ну, в целом, это можно скрафтить Это не то, чтобы прям очень хороший артефакт Но на безрыбье и рак рыбы Я потом пошарюсь по другим персонажам Может, у меня даже будут ингредиенты для этого Ну, зевс у меня есть А вот механические части и материя призрачная Есть, но, кажись, не полностью собраны Ой, пардон, что я делаю? Что я делаю? Вернись Что у нас тут 2,9 Вот это Отлично Я почему-то решил, что это торгаш Вот сюда продаемся Может, вообще стоит Запихнуть сюда Ахиллеску, да и все Ну, кстати, почему бы и нет Так, минутку Получаем сумочку Если я не ошибаюсь Вот, вот он Да, челик, который поможет мне с этим Правда, потом Как же, дорого Нет, я, пожалуй, хиллеску сюда запихну Это мне денег не хватит Потом ее вытаскивать Все-таки Недолго осталось Там немножечко еще Потерпеть А тем временем Мы добрались До циклопа Ну, еще не добрались Но уже скоро И первым делом Мы с вами пойдем На него Мы не пойдем На трех принцев Потому что Нам нужно понять Насколько мы Хреновы По сравнению с циклопом То есть Понять Можем ли мы его убить Или нет И можем мы его, кстати Фармить или нет Потому что Мне бы не помешала Если честно Его душа Она больше на физиков Подходит Но, тем не менее Она Годная Весьма Кстати, ненавижу Минат Они какие-то Слишком резкие Как понос Мелкие И просто мерзкие Да Так Этих стоит Зачистить Только минутку Зелья лишними не бывают Я считаю Забираем все Неплохо, кстати Сыпется с них Добра Проходим 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 По дороге Сейчас Зафармим Немножечко Опыта Чтобы получить Уровень Вкинем Мы, пожалуй Одно очко Вот сюда Или в целом Нет, наверное Не стоит Вкинем все В плюсики Что у нас Получается ХП И немного Ловкости Ну да Почему бы нет Так Кроме того У нас есть 13 очков Нам нужно 148 Ловкости Ну-ка Погодите Я не помню Ловкость Должна повышать Наш урон Верно Да Пирсинг Дамич То есть Провышает Но правда Маловато Всего на 3 единицы Значит Ловкость Вкидывать Не стоит Ну точнее Стоит Но не сейчас Сейчас Оставим Очки На случай Если будет Какая-то Шмотка Требующая Куча сил Кучу силы Нам Придется Вкидывать В нее Наши Статы От этих Надо Обязательно Избавляться Потому что Мы будем Здесь Драться С циклопом Если Не получится По-нормальному Здесь Граница Его Агра И Если У нас Возникнут Какие-то Проблемы Мы сможем Сделать Шаг Назад И циклоп Пойдет Обратно К себе Таким Образом Можно Немножечко Обхитрить Но Это Только В случае Если У нас Просто Не Получится Убивать Его Панормальному Посмотрим Нет Урон Вообще Ты Слушайте Годный Бить Нам Придется Его Русский Черт Возьми Месяц Из-за Регенерации Но Как Видите ФП Мы Сносим И Это Бам Блин Я не успел Вернуться Заметло Повесило На меня Да Еще Печалька В том Что Нужно Всегда Быть Внизу Экрана А то Его Плохо Видно Да Мы Все Же Воспользуемся Этой Точкой Так Будет Легче Да Возможно Это Не Самый Честный Способ Но Как-то Войдите В мое Положение У него Так Много ХП И Регенерации Что Я буду Бить Его Полдня Так Я смогу Хотя Несколько Минут Сэкономить За бойца Ближнего Боя Все Было Еще Хуже Правда Я играл За Воина То есть Черезратное Дело Что Одно И то же Наверное Все Так И Там Урон Был Побольше Но Все Пришлось Долго Бить Потому Что Надо Уворачиваться Его Обилок Благо В ближнем Бою Он Их Реже Произывает Если Не Шибаюсь Он Стан Вообще Не Узает В ближнем Бою Только Крик Но Тем Не Менее Уворачиваться Приходится Иногда Обидно Обидно Кстати Совет Если Вы Проходите Игру Впервые И У вас Нет Заготовок Как У меня Чтобы Схалявить То Идите На Трех Принцев Как Бы И Формите Трех Принцев Потому Что Каждый Из них То По сути Три Принца Это Квест Который Специально Сделан Для Того Чтобы Вам Было Проще Убить Циклопа Если У вас Возникают С ним Проблемы Потому Что Каждый Из Трех Принцев Ну Один Воин Один Лучник Один Маг Соответственно Вы Можете Формить Их И Быть Уверенными Что Рано Или Поздно Вам Точно Выпадет Что То На Ваш Класс Ну И Разумеется Мы Можем Формить Лучника В Надежде Выбить Какой Нибудь Зеленый Лук А Может Быть Даже Синий Если Если Вы Сумасшедшие И Будете Там Формить Его Сотню Раз Хотя Повести Может Из Первого Раз На Сам Деле Это Уж Такое Смех 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Повезло ли нам или нет? Нет, увы. Ну, хотя бы золото немного накинули. Тоже пойдет. Что у меня тут? У меня куча мест. Теперь можно собрать весь хлам. На продажу. Бери. Сделаем вот так вот. Ну что ж, ребят. На этом я буду заканчивать. Вне ролика займусь фармом циклопа. А также пройду трех принцев. Ну, уже, наверное, в следующем ролике. У меня все. Спасибо за внимание. До встречи.